Ну что ж, всех рад видеть, давайте поехали. Итак, как материализовывать задуманное? Для того, чтобы разобраться с этой темой, нужно понять вообще, что происходит, что такое жизнь, как это всё крутится, вертится, и когда вы это понимаете, чем лучше вы понимаете то, что происходит, тем проще вам в этом, в том, что происходит, добиваться того, что вы хотите. То есть массовая история, люди просто не понимают, что происходит, кто они такие, как это устроена жизнь, что здесь можно делать, что нельзя, как работает их, вот этот механизм, мысль, где роль мысли, как это, вот этот механизм, роль этого механизма мысли связан с реальностью, вот часто люди не понимают этого, из-за этого терпят очень много, долго всякие поражения в материализации того, что хочется. Итак, давайте проясним вводные данные. Мы прямо сейчас вместе с вами находимся в настоящем моменте. Этот настоящий момент никогда не начинался и не заканчивался, он просто есть всегда, он существует всегда, это данность. Вы никогда не жили вчера, в прошлый момент, вы никогда не будете жить в следующий момент, вы всегда живёте здесь сейчас. Здесь сейчас, что это такое? Что это за здесь и сейчас? Это пространство, вы наблюдаете пространство, да? Это энергия, это материя, это время. Время как изменение, которое вы фиксируете прямо сейчас, в настоящем моменте. Всё это воспринимается вами. Вот кто вы, это самый главный вопрос, да? Вы являетесь тем, что не является ни пространством, ни энергии, ни материи, ни временем. Вы находитесь всегда за пределами. Тело — это ваш игровой терминал. Благодаря телу, да, благодаря тому, что у вас есть, это возможность, да, вы здесь родились, вы здесь присутствуете, вы можете действовать в этом пространстве, в этом времени и оперировать энергией материи, да? В основном это оперирование происходит здесь, в игре, в этом пространстве и времени посредством вашего терминала, вашего тела. Ты кто? Давай до свидания. Сразу, если вопрос такой, давай до свидания, уходи отсюда, не сбивай меня, не мешай. Если интересен материал, слушай просто. Так вот, мы оперируем, да, в пространстве и времени с этой энергией, с этой материи посредством своего тела и посредством своего разума. Разум — это наша способность мыслить. То есть мы, ну, кто мы являемся в своей основе, мы обладаем способностью мыслить. И, соответственно, что такое материализация, да? То есть что такое материализация? Это когда мы в пространстве, во времени, посредством мысли воздействуем на то, что происходит, да? То есть направляем туда энергию, свою энергию, и эта энергия постепенно превращается в материю. То есть вот как происходит процесс материализации. То есть мы, как духовные существа, оперируя разумом и оперируя своим телом в пространстве, во времени, с помощью мысли можем реализовывать то, что мы задумали. То есть это так работает, да? Мы являемся теми, кто может материализовать задуманное. Но здесь какой нюанс? Дело в том, что здесь не только мы. Здесь нас много, да? И здесь существуют определенные законы, принципы, да? То есть это не хаос, это упорядоченная вселенная, в которой всё действует по определенным закономерностям, по определенным договоренностям, по определенным принципам. Соответственно, почему часто люди терпят поражение в том, чтобы добиваться своих целей, материализовывать то, что им важно, что им не хватает, да? То есть какие-то реализовывать свои потребности. Почему это происходит? Ну на это есть много причин. Главная причина – это банальное невежество. То есть незнание, как это устроено, где мы находимся, что происходит, какие законы, какие договоренности, какие принципы, да? То есть мы часто не знаем, мы находимся, вот нас болтает, да, и просто мы не знаем, что происходит. Мы не знаем, кто мы, мы не знаем свои подлинные часто способности и возможности, да? Из-за этого мы часто страдаем. Вот, что здесь происходит в этой трансляции? В этой трансляции, вот так, ну вот, слушай, всегда меня поражают такие люди, ну не нравится тебе, уходи отсюда просто, зачем называть что-то, что ты не понимаешь? Вот это типичная реакция, просто обращаю ваше внимание. Когда человек что-то не понимает, он это обесценивает. То есть он даже не пытается разграться часто, да, то есть не пытается вникнуть вообще, что происходит. Может действительно здесь какое-то знание транслируется, да, что-то разумное. Он просто это для себя обесценивает. Называет это традиционно, например, секта, да, то есть не хочешь разобраться с этим. Ну пожалуйста, если не хочешь, кто ж тебе, никто никому не может навязать. Знаешь как, не хочешь, не надо. Но мы будем двигаться дальше. Итак, если мы хотим что-то материализовать, да, нам нужно это представить. В первую очередь мы должны примерно, ну скажем так, смоделировать это, что мы хотим получить. Это первая вещь. То есть мысль. Сначала мысль, да. Затем уже нужно смотреть, насколько то, что вы себе моделируете, вообще реально, насколько это соотносится с законами этой Вселенной. Возможно здесь или невозможно. Потому что многие из нас такие фантазёры, как на себе напридумываем чего-то, да ещё и поставим себе какие-то цели, которые нам не нужны на самом деле, которые не являются нашими искренними потребностями. Вот нам телевизор там или кто-то заморочит голову, да, что тебе нужно вот это, тебе нужно то. А на самом деле ты где-то глубоко чувствуешь, что потребностей в этом нету. Поэтому при попытке реализовать то, что тебе на самом деле не хочется искренне, и то, что ты, ну вот, не испытываешь потребность, ты можешь сливаться, да. То есть ты можешь зафиксировать себе мысли как-то в голове, поставить флажок. Но словно ты будешь видеть, что у тебя вроде как мотивации нету добиваться этого, да. То есть ты по-настоящему этого не хочешь. То есть ты будешь реализовать только то, только то, что ты по-настоящему хочешь. То, что ты чувствуешь, ну вот это разумно, это прям надо, надо, надо. Это вот прям я хочу это. Вот знаете, вот некоторые цели, когда вы о них думаете, ну это видно, вот блин, хочу, вот хочу, ничего не могу сделать, хочу. Вот когда есть такая цель, что вы тут прям хотите и понимаете, для чего оно вам, что вы с этим будете делать, да. То есть это встраивается в вашу общую картину. То, что и называется мечта, цель, план, да. То есть мечта — это некий набросок в уме, в вашем уме есть некий набросок, примерно того, где вы хотите оказаться, да. То есть у вас есть некий набросок. Это не жёсткое что-то. То есть вы можете думать об этом, вы можете это менять, фиксировать, расфиксировать, дополнять. То есть это нормальный процесс рабочий. В вашем уме может какая-то появляться модель. Вот. Но это общая картина. Это общая картина. А цель — это когда вы выделяете из этой общей картины ближайшее, что вам прям надо, 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 очень сильно хочется. И делаете из этого флажок, цель. То есть вы примерно ставите себе во времени, да. Ну во времени это тоже всё субъективно. На самом деле вы всегда здесь сейчас. То есть вы всегда находитесь сейчас. Но вы в уме можете, зная о том, что изменения происходят во времени, поставить некий флажок. Это называется запостулировать. То есть вы можете запостулировать, зафиксировать мысль в своём разуме и понимать, что это важная для меня вещь. Я хочу материализовать. Когда это у вас есть, да, когда вы поставили этот флажок, тогда подключается другой уровень. Тогда подключается уровень действий и уровень вашего понимания, как устроена жизнь. Что можно сделать, что нельзя делать, как делаются какие-то вещи. Здесь подключаются технологии, навыки, ваши знания, да, ваша ответственность, ваша способность действовать в направлении этого флажка. Каждый день совершать определённые шаги для того, чтобы воплотить это. Я вам ничего нового на самом деле не рассказываю. То есть я вам просто более детально, более чётко объясняю, как этот механизм работает. То есть вы сначала понимаете, что вам очень сильно хочется. Потом вы это чётко себе фиксируете в голове. Потом вы начинаете искать пути реализации. То есть здесь подключается, как не нарушая законы игры, то есть как наиболее разумно, наиболее оптимально предпринять некоторые действия, разумные действия, да, ответственные действия для того, чтобы реализовать то, что вы хотите. Вот и всё. Вот так оно работает. Поэтому мечта, цель, план, это всё работает. Но только если есть реальная мечта, то есть вы понимаете, что это да, это действительно то, что я очень хочу. И я понимаю, зачем мне это. То есть это не что-то, что я просто там завидую, да, там, не знаю, понасмотрелся каких-то роликов, каких-то программ по телевидению, и вот просто вот такой бзик какой-то. Нет, мечта это реальная картина. Вот прям вы понимаете разумно, что вы хотите так жить. Понимаете? То есть вот это должно сложиться постепенно. Как вы хотите жить? То есть какой лайфстайл, да, какие ценности в этом стиле жизни, какие ценности? Что для вас по-настоящему важно в жизни? И это очень индивидуально, потому что, например, для одного человека может быть ценностью путешествия, и вот прям он видит и чувствует некую потребность в этом, а другой человек как-то не склонен к этому. Ну, то есть для него путешествия могут не быть ценностью. Поэтому вот в плане мечты, да, в плане того, как вы хотите жить, это всё очень сугубо индивидуально и зависит от множества факторов. От талантов, от какого-то строения тела, да, может зависеть. Потому что, если, например, человек предрасположен к спорту, он, часть его мечты может быть связана с тем, чтобы развить физически себя как-то, да. А человек, который не предрасположен к этому, ну, у него совершенно другая будет картина, да, в отношении того, что он для себя считает наилучшим образом жизни. Понимаете? То есть здесь всё индивидуальное. Что подходит кому-то, не обязательно подходит вам. А как понять, что вам подходит, что не подходит? Здесь подключается совершенно другой фактор. Нужно пробовать. Нужно пробовать. Вот если вы хотите себе купить машину, например, да, то есть вы можете просто визуализировать и оперировать какими-то непроверенными данными, да. То есть вы можете... Вам показалась какая-то машина красивая и всё. Вот показалось, вы просто себе вот решили, что я хочу эту машину. Но когда, не дай бог, вы её пойдёте купите и реализуете эту цель, и вдруг вскроется, что вот здесь это неудобно, здесь то не подходит, да. Поэтому прежде чем поставить себе какую-то цель, если эта цель уже существует в реальности, если вы можете пойти и сложить своё прямое впечатление по поводу этого предмета, нужно обязательно это сделать. То есть если вы хотите купить машину какую-то конкретную, нужно пойти и сделать тест-драйв. Нужно понюхать, побыть там, потрогать. Нужно сложить своё прямое, реальное впечатление, понимаете? То есть это должна быть не эфемерная цель, это должна быть реальная цель. А реальная цель такая, которую вы хорошо понимаете и знаете, что вы действительно это хотите. Это действительно то, что вы хотите, потому что оно вам подходит. Вы уже с этим имели контакт. Понимаете? То есть это не чистый макап. То есть есть такое понятие, когда вот вообще этого в реальности нету, да? То есть у вас не... Вот в реальности вы не видите этого. и вы что-то хотите новое создать, тогда вам придётся опираться просто на свой макап, то есть на свой мыслеобраз, который существует только у вас, его нет ещё пока в реальности, вы нигде его не можете найти, потрогать и сложить своё впечатление. Такое тоже бывает, то есть макап мы тоже реализуем. Всё, что начинается впервые, то есть вот веб-селенной, в этой игре всё, что начинается впервые, оно было когда-то макапом, вот таким образом, картинкой в голове какого-то человека. То есть ему это пришло, он увидел, о, вот это прикольно, этого нет, но это прикольно, попробую-ка я это материализовать, воплотить. И он это, ну, проводит много экспериментов, оптов, и посредством своих рук, да, посредством своего разума начинает это воплощать в реальность. Рано или поздно он это делает, и здесь появляется что-то новое в этой вселенной, да, вот, ну, в нашем мире что-то новое. Так был в своё время изобретён велосипед, так был изобретён автомобиль, да, и многие-многие вещи. Кто-то первый раз это сделал. Как он это сделал? Ну, разумным образом дошёл как-то, да, что вот было бы прикольно сделать такую штуку. И он её сделал. Но большая часть наших потребностей, большая часть того, что мы хотим, эти вещи, они уже существуют, понимаете? То есть эти вещи существуют, и мы с этим можем экспериментировать. То есть прежде чем сделать это своей собственностью, реализовать это в жизни своей, мы можем найти возможность пойти, соприкоснуться с этим, потрогать, пощупать, понюхать, побыть в этом, да. И после того, как мы были, мы можем уже поставить себе цель, да, я хочу это, я точно хочу это. Понимаете? Поэтому здесь вот это тоже очень важный момент, что фантазия безгранична, то есть наше воображение, мы можем сильно воображать всё, что угодно, но не всё из того, что мы воображаем, может быть настоящей целью, настоящим нашим искренним желанием, нашей подлинной потребностью, и тем, что мы знаем уже, что это нам подойдёт. Тем, что вот, ну вот, вот важно-важно это уже. Понимаете? Так что вот имейте в виду, как это работает. Что ещё хотел проговорить, вот, а зачем мне цель, да, а зачем мне цель, может, бесцельно как-то жить, я тоже вот долго находился в этом, и смотрел так, знаете, как я смотрел? То есть я уже достаточно хорошо присутствую в настоящем моменте, зачем мне что-то макапить, да, то есть зачем мне создавать какие-то образы, если я могу оперировать непосредственно с этой реальностью, то есть что вижу, туда иду, да, то есть у меня был такой период в жизни, где я достаточно долго жил в присутствии в настоящем моменте и движении в этой реальности. Ну, знаете, как такой серфинг, можно сказать. Но потом я понял, что что-то вот как-то скучновато в этом жить, да, то есть нет, а вот я начал рассматривать, а что, а почему, почему скучно, а потому что таким образом нету игры, понимаете, для того, чтобы создать игру, играет цели препятствия свободы, нужны цели, понимаете, то есть если вы хотите развиваться, если вы хотите двигаться дальше в жизни, вам нужны цели, а цель это что-то такое, чего у тебя нет, то есть чего у тебя нет и что ты хочешь создать, создать в своей жизни, потому что если ты этим не занимаешься, всё, в тебе креативность пропадает как бы, то есть ну а на что свою энергию тратить, просто на то, чтобы вот двигаться в этой уже готовой реальности и оперировать просто с тем, что доступно, ну да, ты можешь это делать, но ради чего, понимаете, возникает всегда тут такой момент, ради чего это всё делать, то есть да, я могу, например, что-то делать, но зачем, зачем, и вот здесь вот всегда возникает тот момент, в конечном итоге, понятно, вот откуда берётся эта мечта, цель, план, потому что для того, чтобы играть, нужны эти вещи, если ты, конечно, устал, наиграл, не хочешь ни во что особо играть, создавать что-то такое, вот как бы сам играть, втягивать в эту игру других людей, ну да, тогда ты можешь просто жить, можешь вот простой жизнью жить, там вот жить в этой простоте, ничего особо там не придумывать, не добиваться ничего в этой жизни, ну не знаю, мне скучно, ребят, я честно говорю, мне скучно, поэтому я не вижу никакой проблемы в мечте, в цели, в плане, если вы осознаёте, что это просто мышление, это просто мышление, это просто опциональный механизм взаимодействия с этой реальностью, то есть для того, чтобы в этой реальности отправиться в какое-то путешествие, ну нужна цель, нужна точка B, хочешь куда-то поехать, но тебе же должна прийти эта идея, куда-то двинуться, а иначе ты просто живёшь, вот и как тебя болтает, вот здесь вот как-то там твой день проходит, да, ну и может ты будешь ждать того момента, пока тебя кто-то пригласит в это путешествие, ну такое тоже возможно, кто-то тебя может пригласить, но зачем ждать, да, такой возникает вопрос в определённый момент, а что ждать-то, что ждать, жизнь идёт, да, она ограничена по времени, чего ждём, чего сидим и ждём на небесной, вот то же самое происходит и в моей жизни, часто понимаешь, ну что ждать, хочется жить, хочется играть, да, хочется что-то создавать, создавать что? Что такое процесс созидания? Что такое процесс, это всегда процесс материализации, того, что у тебя в уме, реализации, творческой реализации этого в реальности, вот это очень важный момент. Так, теперь вот следующий момент, смотрите, когда вы что-то будете реализовывать в вашей жизни, тут есть два ключевых фактора. Первый факт, это препятствия, существуют внутренние и внешние препятствия всегда. В основном народ мучается со внутренними, мы сейчас поговорим. Вот, и второй момент, второй момент, это насколько эта цель, она полезная и для тебя, и для окружающей жизни. Вот эти два момента, на которые часто оттыкаются люди. Да, 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 ощущение это как бы не так важно, я именно разумную часть пытаюсь объяснить. Так вот, есть два фактора. Первое, внутренние и внешние препятствия, да, то есть, мы можем сталкиваться, например, с какими-то ограничивающими убеждениями. То есть, мы бы хотели что-то реализовать, но у нас есть в нашем уме контраргументы, которые мы сами себе предъявляем, почему это нельзя сделать. То есть, тебе может, в принципе, быть разумно двигаться в какую-то точку, Вот, Б, это для тебя реально. Но ты сам себя убедил или кто-то тебя убедил, например, что этим не надо заниматься. То есть тебе дали какую-то мысль в твой ум, что это нереально, например. То есть на самом деле это реально. Если ты понимаешь, как работает механика вселенной, ты понимаешь, что на самом деле это реально. Поставить флажок и двигаться туда, предпринимать какие-то усилия каждый день и творчески что-то предпринимать, развиваться, созидать в конечном итоге, чтобы оказаться в этой точке. Это разумно, это прикольно. Но у тебя могут быть какие-то ограничивающие убеждения. Или люди вокруг тебя могут говорить такие вещи, что у тебя ничего не получится, да это не для тебя, тебе это не надо. Этим очень многие любят вокруг вас заниматься. Мало того, что вы любите этим заниматься сами в отношении себя, так ещё и многие люди вокруг, у них умы забиты вот этим материалом, негативное мышление, деструктивное, неконструктивное. То есть мышление, которое не помогает выстраивать в жизни что-то прикольное, иметь больше свободы, иметь интересные вызовы, какие-то интересные задачи, что-то полезное по-настоящему делать для себя, для других людей. То есть часто это заблокировано просто какими-то внутренними странными идеями. Вот это важно. Плюс, конечно, даже если убрать все эти внутренние идеи, вам ничего больше не мешает. Нету этого негативного, деструктивного мышления. Даже когда вы имеете конструктивное мышление, вы в мере того, как вы что-то материализуете, предпринимаете какие-то действия, будете сталкиваться со внешними препятствиями. Внешние препятствия это тоже нормально. И тоже нормально искать способ, как их преодолеть. В этом весь рост и развитие, понимаете? То есть вы изучаете, как устроена игра, а как это устроено, и в конечном итоге вы превращаетесь в кого. Вот если всё время прокачивать себе эту способность, да, материализовывать, материализовывать и быть причиной, быть ответственным источником изменений в своей жизни, то есть если вы это прокачиваете, прокачиваете, то там происходит такой процесс. Во-первых, усиливается понимание, как это происходит. То есть когда вы делаете пять раз одно и то же, и у вас пять раз получается, в конечном итоге вы доводите это до результата, но на пятый раз вы уже начинаете примерно представлять, как это работает. То есть вы всё лучше понимаете, как этот процесс от идеи через ваше тело, через ваш разум и действие превращается в реальность. То есть вы это один раз сделали, второй, пятый, десятый. Чем больше вы этим занимаетесь, тем лучше у вас это получается. Это с одной стороны. Но с другой стороны, вы также понимаете, как устроена жизнь. Всё лучше и лучше понимаете, как устроена игра жизни. То есть что здесь можно делать, что здесь нельзя делать, какие вещи имеют какие-то негативные последствия. То есть часто у людей достаточно примитивное представление по поводу реализации, что они, мол, всё могут, здесь всё возможно, и они часто не задумываются, когда они что-то материализуют, насколько это согласовывается с остальными людьми, со сферами жизни, то есть какой-то эффект оказывает на мою жизнь, на жизнь моих близких, на жизнь тех людей, с которыми я работаю, на моих клиентов или на тех людей, для которых я это делаю. То есть многие люди считают, что цель оправдать любые средства. Это такая начальная стадия, да? Ты ещё не понимаешь, как игра устроена. Потом, по мере того, как ты начинаешь развиваться, ты начинаешь понимать также, что для того, чтобы что-то реализовать, нужно делать это таким образом, чтобы другие по ходу, участвуя в этом, тоже реализовывали то, что для них важно. Понимаете? Здесь подключается такой момент, что для того, чтобы тебе реализовать свою цель, ты некоторые цели не можешь сам сделать. Тебе нужно вовлечь в это людей, привлечь людей, со всеми поделиться, всем сделать то же, чтобы было хорошо, и в конечном итоге ты получишь свою цель. Понимаете? Потому что игра – это командная, ну часто это командная история. То есть какие-то вещи ты сам можешь делать, за какие-то вещи ты можешь сам вести ответственность, но на какие-то цели у тебя абсолютно не хватит собственной энергии, собственных рук, собственных возможностей. И поэтому совершенно спокойно нужно относиться к тому, что часто тебе нужно подключать других людей, да и в конце концов часто ресурсы-то тебе на твою жизнь кто даёт. Другие люди, то есть если ты что-то полезное делаешь для них, они тебе дают ресурсы, деньги, например, в обмен. На эти деньги ты можешь пойти и купить что-то. Не мистическим образом оно появляется в твоей жизни, ты можешь просто заработать и пойти и купить. Не надо там сидеть и медитировать на свою мечту, на цель целыми сутками, да, и надеяться, что само оно материализуется. Оно немножко не так работает. То есть всё, что вы делаете, как бы, вы делаете в своём уме, да, вот эти все визуализации, это не где-то происходит, это в вашем уме происходит. Потом уже под это начинает подтягиваться ваша энергия, да, ваши действия какие-то, ваша компетентность, ваша ответственность. То есть если вы уже что-то там себе зафиксировали в уме и реально хотите это, вы начинаете уже в реальной жизни искать способ, как это сделать. Вот так оно работает. Так, сейчас водички попил. Так, ну и самый важный момент, вот напоследок я его оставил, это ваше энергетическое состояние. То есть для того, чтобы реализовывать конструктивно что-то, то есть брать, созидать в уме какие-то образы и реализовывать, ну нужна же энергия, да, то есть это нужно наполнять энергией, потом нужны действия, да, где вы начинаете делать всё возможное, чтобы ваш макап этот, ну образ как бы, да, образ картинка и то, что происходит, ну примерно соответствовали, да. То есть вы доводите в жизни ситуацию или область, или что-то, что вы делаете, до соответствия. Понятно, что идеально никогда не будет соответствовать. Ну и примерно вот так вот работайте, пока вас не начнёт в реальности удовлетворять эта ситуация. Понимаете, то есть это нормальный процесс, но идеально не будет никогда, потому что фантазия безгранична, а реальность, она имеет свои ограничения. То есть здесь не всё возможно. Здесь вы работаете с тем, что есть, с тем, что доступно, с реальными возможностями. То есть я могу себе, например, намечтать какую-то совершенно фантастическую машину, но на рынке существуют те машины, которые существуют. Я могу выбрать на рынке только из того предложения, которое существует. А создавать свою машину для самого себя, ну это просто непродуктивный процесс. Это отнимет очень много времени. Зачем? Лучше купить самое лучшее из того, что есть. Поэтому нужно всегда соотносить своё мышление, то, что вы придумываете, с тем, что существует в реальности и с тем, что возможно к реализации. Очень часто люди ставят себе нереальные цели, они начинают думать о чём-то, чего не существует в реальности и тем более не существует в их реальной ситуации. То есть им эти возможности пока не открылись. Поэтому возникает часто диссонанс между мечтой, целью и её воплощением. То есть фактически у человека нет ещё ни способностей, ни навыков, не созрела ситуация для того, чтобы реализовать такой образ. Образ мечты или какие-то цели. Просто он, скажем так, в игре ещё как игрок не дозрел до этого. Поэтому надо себе всегда ставить реальную мечту и реальные цели. То есть то, что по вашим ощущениям реально, ну и вы видите, это реально начать и делать. То есть какими-то небольшими шажками двигаться туда уже реально. Поэтому нужно начинать ставить себе реальные цели. Мечту, в принципе, мечта это что-то более дальнее, цель это что-то более ближнее. План это ещё более ближняя вещь. То есть это некий сценарий, что вы будете предпринимать какие-то действия для того, чтобы реализовать ближайшую цель. Не надо себе суперамбициозные цели ставить. Я не считаю, что это разумно. Нужно себе ставить реальные цели, для того, чтобы у вас было понимание, что это можно потрогать, это доступно. Вы приходите, вы понимаете, это доступно для вас. Вот, например, если купить себе первый автомобиль, нужно выбирать такой автомобиль, который доступен для вас. То есть вы понимаете, что это было бы неплохо, чтобы эта вещь стала моим первым автомобилем. То есть если это первый автомобиль, понятно, что это не Феррари, и не Мазерати, и не Бугатти, и так далее. Понимаете, да? То есть многие люди занимаются такой вещью, они просто мечтают о чём-то. Вот просто мечтают о каких-то фантастических, нереальных вещах. Смысл. Помните, что мечта, цель, план — это инструменты вашего разума по организации вашего пространства, вашей жизни, вашего стиля жизни, вашей деятельности. Всё. Это такое у них место. То есть если мечтать, то о каких-то реальных вещах. Если ставить цели, то какие-то реальные цели. Если создавать план, то реальный план, который вы можете уже там, например, с завтрашнего дня или сегодня уже начать реализовывать. Да, и самый важный момент — нужна энергия на это. Ребята, то есть если человек, например, имел уже в жизни очень много поражений, если он находится в плохом состоянии, если он не верит в себя, и вот это депрессивное, тупое состояние, оно словно такое состояние, где он не может быть конструктивным, не может фокусировать своё внимание, не может конструктивно мыслить и не может активно действовать. То есть он находится ниже ответственности, понимаете, то есть ниже возможности принять ответственность. Поэтому первая задача — привести себя в порядок. То есть почему часто я предлагаю людям заняться какими-то там духовными практиками, да, йогой там или ещё чем-то, привести себя в порядок надо. То есть немножечко привести себя в состояние, где вы подниметесь по тону и как бы придёте больше в состояние энергетического тонуса, в хорошее физическое состояние, где вы сможете начать это всё делать. Всё же такие цели можно ставить, и можно, и нужно. И можно, и нужно. Я сейчас вижу — и можно, и нужно их ставить. Потому что без них болтанка происходит. То есть что-то, да, вот жизнь происходит, ты что-то делаешь каждый день, но у тебя фокуса нет. Понимаешь, вот такая история, то есть фокуса нет. Поэтому жизнь становится слишком спонтанной. То есть я не против спонтанности, я не против осознанной рефлексии от момента. Но я также уже начинаю понимать, что ум и мышление — это не что-то плохое, от чего надо избавиться. Это что-то, чем надо научиться пользоваться просто, чтобы оно стало инструментом, оно начало служить и помогать в реальности лучше жить, интереснее играть, созидать, что-то сотворять. Нужно научиться использовать этот инструмент и всё. Нужно понять, что ты им не являешься. Если ты о чём-то мечтаешь, это не ты. Это всего лишь твои эскизы. Если ты ставишь цель, это не ты. Это цель не ты. Это твоё мышление. Ты просто можешь в уме составить некую навигацию, чтобы потом в реальности, в отношении этой навигации, двигаться куда-то. Вот представь, у тебя нету навигации, и ты находишься в этом пространстве, в этом времени. Какова будет твоя жизнь? Будешь ходить, заходиться, и вот будет вся жизнь такая, не собранная на чём-то конкретно. Понимаешь? И в любом случае, ты в любом случае используешь этот инструмент. Даже в туалет пойти нужно, ну это происходит, мы часто не осознаём, мы думаем об этом. Мы чувствуем сигнал, что, например, мочевой пузырь полный. Мы начинаем быстро, это просто быстро происходит. Мы думаем о туалете и идём туда. Просто здесь всё просто, здесь нет никаких препятствий, да, здесь не нужно ума, разума много иметь, чтобы реализовать эту цель. Это простая цель очень. Есть некоторые цели посложнее. Вот там надо разбирать. Насколько это мне действительно важно, насколько это мне интересно, насколько это моя потребность. Как я буду туда двигаться, что мне потребуется, какие навыки, какие знания. Кто может, я что-то не умею делать, мне будет проще заплатить деньги и привлечь его, да, и чтобы он мне помог приблизиться к этой цели. То есть разум для этого и существует. А зачем он нужен ещё? Зачем мы думаем? Смысл думать? Если мы не можем использовать наш инструмент мышления для оперирования в реальность. Просто думать, чтобы думать, просто мечтать, чтобы мечтать, ну это фигня какая-то, нет. Мышление предназначено для жизни. Больше ни для чего. И нужно смотреть, насколько ваши цели реально полезны для вас и для окружающей жизни. Потому что можно иметь вредоносные цели. Очень многие люди имеют вредоносные цели. Им кажется, что это что-то полезное, но на самом деле они наносят ущербы. Наносят ущербы и себе, и другим людям. Достигая то, что-то, что им кажется, кажется полезным. Знаете, там есть даже много, ну вот это обыгрывается в фильмах каких-то, да, что, типа, такая благородная цель, она оправдывает вот эти жертвы, да. То есть у нас настолько благородная цель, что, ну ничего, там поумирает несколько тысяч людей, ну и фигня какая, зато какая цель, да. Нет, так нельзя. Нужно с минимальными ущербами, с максимальной ценностью и пользой для жизни, для игры, для людей двигаться к своим целям. И цели-то должны быть конструктивные, позитивные и для вас, и для окружающего мира. Тогда мир улучшается. Благодаря таким целям и вы улучшаетесь, ваша жизнь улучшается, и мир вокруг улучшается. А есть вредные цели, деструктивные, неграммоничные, которые вроде бы вам прикольно, но все вокруг так или иначе от этого страдать начинают. Этим не надо заниматься. То есть нужно, прежде чем вы чего-то хотите, сесть и посмотреть, насколько это полезно будет для вас, для окружающих людей. Ладно, какие-то вопросы, может, и есть. То есть давайте подытожим. Давайте сделаем итог, и потом ещё я отвечу на ваши вопросы. Итак, жизнь — это пространство, энергия, материя, время, которые находятся в нашем присутствии, в осознании. Эти все вещи без нас не существуют. То есть если не мы как сознание, если не мы как вот эта база и способность всё это воспринимать, давать этому жизнь, этого бы не существовало. Пространство, энергия, материя, время существуют в нашем пространстве. Так оно существует внутри нас, то мы полностью над этим причина, понимаете? Мы влияем на это, мы влияем, мы являемся источником намерения. У нас для этого существует наше мышление, мысль как инструмент, наше тело, терминал как игровой терминал перемещения в пространстве и во времени и оперирование с энергией и с материи. То есть мы можем, используя свой разум, свою мысль, своё тело, брать и делать что-то и доводить энергические, материальные вещи в этом пространстве до того состояния, как мы это замыслили. То есть если мы что-то замыслили, и если это не противоречит законам этой физической вселенной, то есть как движется энергия и материя в этом пространстве, если не противоречит, если мы изучаем эти принципы закон, понимаем, как устроена игра, если мы понимаем, что не мы здесь одни, здесь и другие люди есть, и нам нужно играть так, чтобы эта игра максимально улучшалась, и наши намерения и наши цели реализовывались в направлении общих целей и намерений других людей, они против них. То есть нам не надо как бы, ну что ли, бороться, да, с какими-то целями этой игры, с какими-то законами, принципами, пытаться их переламывать, как-то побарывать, там вот не надо этим заниматься, нужно изучать, как это работает, и постулировать, то есть создавать свои образы в направлении, в направлении того, как оно устроено. И тогда получается такая не борьба, а айкидо, то есть вы используете всё на благо, и вы реализуете благостные цели, и ваше намерение ищить наиболее благостное развитие ситуации, наиболее благостную материализацию для того, чтобы и вы выиграли, и люди вокруг вас тоже повыигрывали от этого. Это очень важный момент. Потому что очень многие люди терпят поражение в материализации каких-то своих намерений и мыслей, потому что они их не согласовывают со Вселенной, с этими принципами, законами. Поэтому они очень часто пытаются проламываться против каких-то очень мощных тенденций, течений. И, конечно, этот танк раздавит тебя просто. Важно ведь попасть в подходящую систему. Какие шаги можно сделать, чтобы это сделать? В смысле в систему, подходящую систему. Ну да, существует определённая игра. То есть система законов, например, существуют законы государства. Если ты что-то реализовываешь, тебе нужно учитывать. Не надо нарушать эти законы, нужно играть, учитывая эти законы, учитывая ту ситуацию, которая уже существует. Потому что если ты начнёшь нарушать, ты сам себе начинаешь создавать проблемы, которые потом могут тебе аукнуться. Нужно исходно делать всё так, чтобы оно согласовывалось с тем, как устроено пространство в данный момент. Кроме законов человеческих, существуют, скажем так, вселенские законы, которые давно действуют здесь. Их тоже нужно изучать. И когда ты что-то реализовываешь, нужно учитывать это. Например, закон постепенности. Что нельзя часто некоторые вещи сделать быстро. Они требуют времени для того, чтобы реализоваться. Чем больше цель, чем более она как бы такая, ну что ли, по времени дальше от тебя, тем постепеннее к ней нужно подходить. Я отошёл от принципа «жить в моменте» и снова перебрался на второй уровень искусственной мотивации. Да не, ну, понимаешь, все живут, первое, пойми меня правильно, все живут здесь сейчас. Нет возможности жить не здесь и сейчас. Ты сейчас находишься. Ты можешь просто настолько быть в каких-то мыслях, в каких-то мечтах и целях, что тебя не хватает на сейчас. Понимаешь, у тебя не хватает присутствия и понимания, что вот это моя жизнь. То есть вот тебя может не хватать. И ты можешь не понимать, почему ты оказался там, где ты оказался сейчас. Ты можешь не понимать, из чего состоит твоя ситуация. И вот у тебя запуталось, всё накрутилось, да, и ты вместо того, чтобы рассмотреть это, понять, в чём ты находишься, ты пытаешься достигать какие-то мечты и цели, как попытку убежать из той ситуации, в которой ты находишься. Это другое уже, понимаешь, это другое. Какие практики есть, чтобы поднять уровень энергии? Правильно, медитация, спорт, рейки, процессинг, всё это помогает. Это вегетарианство, правильное питание, правильный образ жизни, здоровый. Когда ты пораньше ложишься, пораньше встаёшь. Физическая нагрузка, активность, понимаешь? Поменьше общаешься с тем, что у тебя просто забирает энергию. Какие-то есть люди, которые всё время у тебя забирают энергию, поменьше с ними общайся. Побольше трать свою энергию на что-то конструктивное, на что-то, что усиливает твою позицию. Можешь рассказать про прошлое, какие были люди. Не могу, потому что это бесполезно, это никак тебе не поможет. Я всегда рассказываю лишь про то, что тебе может помочь здесь, сейчас. Улучшить твою жизнь, подняться выше по состояниям, жить более качественно, более интересно, более свободно. Иметь больше побед каких-то, чувствовать вкус жизни, радоваться от того, что ты живёшь благости, принося благо и себе, и другим людям. Сергей, ты ошибся в трансляции, это не сюда. Мы об этом здесь не разговариваем. Есть ещё какие-то вопросы по сути того, что я рассказал сегодня. Вам что-то непонятно с материализацией вашей цели? Первое, что нужна цель, которая реально является вашей потребностью. Это то, что вам действительно, вот вы чувствуете, вы хотите это иметь. Второе, это должна быть благостная цель, конструктивная. Она должна конструктивно отражаться на вашей жизни, на жизни окружающих вас людей. То есть наносить наименьший ущерб и приносить наибольшее благо. Третье, цель сама по себе не достигается. Она как бы реализуется посредством того, что вы начинаете вкладывать в эту энергию и вкладывать свои усилия. То есть вы учитесь действовать в жизни так, чтобы предпринимать наиболее разумные, наиболее оптимальные действия, чтобы реализовать задуманное в реальности. И оно не магически само появляется. Оно появляется благодаря вашей ответственной позиции, пониманию, куда вы движетесь, и поиска оптимальных путей, благостных, гармоничных путей достижения этой цели. Средства также важны, как и сама цель. Цель и средство и то, и другое должно быть благостное. Благостно отражаться и на вас, на вашей жизни. Что непонятно про первое? Истинная цель. Я тебе ещё раз говорю. Истинная цель – это та цель, которую ты чувствуешь. Ну вот тебе… Посмотри на свою жизнь. Давай далеко не будем ходить. В чём у тебя существует потребность? То есть каковы твои потребности, которые не закрыты? Начни с этого. Понимаешь, у тебя, скорее всего, есть какие-то незакрытые потребности. Возможно, тебе не хватает денег, да? Возможно, тебе не хватает свободного времени. Возможно, тебе не хватает свободы географической какой-то. Тебе нужно сесть и разобраться, чего тебе не хватает в жизни. И когда ты видишь, что у тебя есть очевидный недостаток в чём-то, то это и есть твоя цель. Тебе нужно сделать там… Как бы… Тебе нужно там сделать хотя бы достаток. А лучше переизбыток. Некоторый переизбыток. Изобилие. Чтобы, знаешь, не норма была, а чуть-чуть повыше, как бы. О чём ты сейчас зарабатываешь? Ты понимаешь, у меня такая позиция. Я 14 лет зарабатывал, создавая свой бизнес, производя ценный продукт, создавая систему, приглашая туда людей. И я заработал на этом уже достаточно много денег. Поэтому у меня есть прекрасная возможность какое-то время их особо не зарабатывать. Но это не значит, что я их вообще не буду зарабатывать. Просто я не могу не париться. Знаешь, что если дети не… Вот мне находиться в этом психозе, мне нужно срочно деньги зарабатывать. Понимаешь, ну это же не само появилось. Это тоже появилось благодаря тому, что в какой-то момент я понял, что нужно этому миру, что нужно определённой целевой аудитории. Я понял, что у меня есть достаточно способностей, прокачанных уже навыков, чтобы взять и начать производить некий ценный продукт, взять за это ответственность, довести это до цели, до окончания, как бы реализовать это, вывести на рынок для этих людей и продолжать это улучшать. Я этим 14 лет занимался, занимался. У меня там был обмен. Люди использовали тот продукт, который я для них создал. Платили за это деньги. В конечном итоге это пришло к такой точке, что я, ну, 14 лет играя в это, наигрался. Я наигрался, мне стало скучно. Вот знаешь, бывает такое. Ты во что-то играешь, играешь, играешь. В какой-то момент тебе не хочется вот именно здесь уже продолжать достигать свои цели. Тебе хочется переключиться на какую-то область. Я долго очень пытался оставить это и переключиться. Не получалось. Оно всё время меня затягивало. Поэтому я в какой-то момент решил, что всё, здесь достаточно. Я это закрываю, ухожу во что-то новое. Вот сейчас нахожусь в этом новом. Мне нравится делиться с людьми, тем, что я понял, какими-то своими пониманиями, навыками, как это работает в жизни, как это лучше делать. Вот прям если бы очень сильно нужно было прям денежку зарабатывать, ну я бы начал. Вот если бы у меня сейчас была такая огромная, большая цель, вот прям и мне не хватает на неё денег, конечно, начал её что-то создавать. Просто прямо сейчас вот, вот сейчас нету. Сейчас, знаешь что, так как я там немножко переиграл в прошлой игре, то есть я там немножко переиграл, там такое уже было последние годы насилие над собой. То есть там пружина зажималась, а когда я вышел из этого, она уже какое-то время разжимается. То есть вот это пытается прийти в равновесие, скажем так, этот процесс. Когда оно придёт в равновесие, оно уже я чувствую, я уже наотдыхался, оно вот начинает опять меня затягивать в какие-то новые игровые процессы. Понимаешь? То есть поэтому опять возникает, так, пора бы мне какую-то цель поставить, да? Пора бы мне опять оказывать некое массовое благостное воздействие на сферы жизни. Сейчас моя основная цель — помогать людям. Помогать людям подниматься по состояниям, продвигаться. Лучше понимать, как устроена жизнь, как здесь всё устроено, как работает, чтобы ты не существовал, а жил. Понимаешь? Чтобы ты поднялся по пирамиде масла, удовлетворил свои базовые потребности и вышел на такой уровень, где тебе интересно жить, где ты имеешь достаточно свободы, достаточно интересных задач. Тебе нравится твоя жизнь. Понимаешь? То есть продвинут людей до состояния, где им нравится то, как они живут. Они чувствуют кайф от своей жизни. Ну, понятно, что там гладко не будет всё, какие-то препятствия всегда бывают, что-то не получается. Но мне нравится помогать людям словно, знаешь, вставать с колен, чтобы они не ползали, а так потихонечку научились летать. Вот это моя цель. Понимаешь? Помочь людям стать более способными, более ответственными, более, что ли, понимающими, как это всё устроено, и не слушающими просто непонятно кого, и не верящими во всякие глупости, а вот просто знающими, как это работает. Знающие, берущие, делающие, доводящие свою жизнь до благостного состояния и помогающие другим людям тоже улучшать эту жизнь и оказывать благостное воздействие на жизнь других людей. Так можно моё намерение основное сформулировать. Рождённый ползать летать не может. Рождённый летать может упасть до состояния ползания, что и происходит со многими людьми. Мы рождены летать. Но мы попали в такое время, когда очень много невежества, очень много глупостей. Знаете, калиюга, так сказать. Эпоха невежества. Люди не знают, кто они, что происходит, где они находятся, какие у них огромные возможности, какой огромный потенциал. Поэтому люди часто живут под влиянием каких-то странных идей, под влиянием деструктивных каких-то догм, тенденций, привычек. Например, употреблять алкоголь, курить, кушать пищу, которая не подходит для этого тела, сливать свою энергию на совершенно деструктивные вещи. Большинство людей этим занимает. И это в конечном итоге вводит каждого маленького солнышка которым мы рождаемся. Мы рождаемся в маленькие, позитивные, конструктивные солнышки творческие. Но потом под влиянием внешнего окружения мы превращаемся во что-то, ничем мы родились. Это, скажем так, приобретённое, деструктивное состояние. Это декадация. Мы проходим с самого детства очень много обстоятельств, которые на нас негативно воздействуют и заставляют нас превращаться в неспособных, безответственных, ждущих манны небесных существ, которыми мы никогда не являлись. Понимаешь? Поэтому фактически, чем я занимаюсь, я тебе пытаюсь помочь вернуться в твоё исходное состояние. Всё. Показать тебе, что ты есть источник. Ты есть божественное. Понимаешь? Ты по своей природе источник изменений. Ты можешь влиять на эту реальность и созидать её. Делать её лучше, гармоничнее. Что думаешь о жизни по натальной карте? Абсолютно не поддерживаю все эти вещи. Это всё и на определение. Если тебе кто-то пытается рассказать про то, какой должна быть твоя жизнь, какая-то карта, какая-то астрология, это всё имплантирование. Это всё навязывание тебе каких-то внешних и на определяющих твоё поведение, сценарий в жизни. Ты являешься тот, кто влияет на жизнь. Да, есть какие-то вещи, которые на тебя влияют, но в конечном итоге важно, чтобы ты вернулся в состояние, где не ты являешься жертвой от каких-то воздействующих на тебя энергии, обстоятельств, а чтобы ты был причиной, которая воздействует и создаёт энергию и улучшает эти обстоятельства. Знаешь, тебе нужно вернуться в своё исходное креативное творческое состояние. Ты творец, ты источник созидания. Ты есть то, что рождает мысль, и ты можешь эту мысль материализовывать и реализовывать здесь. Естественно, учитывая то, как устроена эта игра. А почему так сходится? Потому что ты веришь. Если ты во что-то поверишь, то будет всё сходиться. Если тебе кто-то расскажет, кто и должен жить, что и происходит со многими из нас, то ты в это где-то глубоко поверишь. То есть ты этой мысли придашь значимости, дашь ей силу. А если ты каким-то мыслям даёшь силу, они материализуются. Поэтому ни в коем случае нельзя ходить к таким вот всяким предсказателям, гадателям, которые тебе рассказывают, как тебе жить. Не надо к ним ходить, не надо связываться с этими всеми системами, которые пытаются тебя и наопределить, и рассказать, как тебе, какова твоя судьба, что у тебя будет дальше в жизни. Это ты сам признаёшь, то есть когда ты к ним идёшь, ты уже признаешь свою безответственность и неспособность. То есть ты признаёшься, что не ты формируешь свою жизнь. Если ты в этом признаешься, ну всё, знаешь, если ты поверишь, что не ты формируешь свою жизнь, так и будет. поверье твоей воздастся тебе в библии даже написано а веришь ты во что ты в мысли веришь понимаешь ты можешь в мысли верить или ты можешь в какое-то положение вещей верить и говорить да ну вот все так извини вот я же вижу как все я верю что только так может быть если так поверишь и скажешь что так и будет но это просто ты сам для себя принимаешь такое решение поддерживать такое положение вещей не довериться зову сердца а понять нужно тебе понять кто ты и как устроена понимаешь не довериться зову какому зову ты испытываешь например ты испытываешь что-то да бог знает что ты испытываешь там и подсчет и взялся этот сердце что у тебя обычно в теле столько там психосоматик и все всяких блоков ты там где сердце это хочешь обнаружить ты прежде чем обнаружить этот зов знаешь там целая работа должна произойти нужно очиститься от огромного количества навязанных те вещей чтобы вычленить голос твоего подлинного намерения понимаешь это не сердце то ты как духовное существо можешь формировать намерение это все не так работает как ты где-то прочитал какие-то там тебе ребята рассказали вот поэтому мы здесь и общаемся чтобы и даже в то что я вам говорю не надо верить ребят я просто словно приглашаю вас в этот интересный опыт эксперимент чтобы вы узнали как самом деле не слушали не просто не какие-то догмы не какие-то там рассказы каких-то там авторитетных источников в том числе и меня чтобы вы обратили внимание на то как устроена жизнь на самом деле и сами поняли это сами через свой опыт через то что вы в копались и разобрались вот то же самое материализация как она работает если вы будете разбираться с этим рано или поздно вы поймете как-то прыгает что есть ваше намерение есть ваша способность мыслить фиксировать мысли и далее потом их наделять энергии и реализовывать средством своего тела посредством день действий прокачки своих навыков ответственности контентности пока то что вы задумали не реализуется вариант так она работает ну что будем на этом наверное завершать уже мы сколько почти час вот до 56 минут спасибо что были если остались какие-то вопросы пишите уже в личку если понравилось ставьте лайки если очень понравилось делитесь трансляции со своими на этом все пока пока